Стремление человека позаботиться о ком-то кроме себя — это высшее чувство. Недаром 7 июня во всем мире отмечается как День заботы. Цель праздника максимально проста — напомнить людям о том, что каждому из нас необходимо внимание, особенно тем, кому нужна помощь. О том, как лучше проявлять заботу о близких, узнавала наша съемочная группа. Еще Конфуция говорил, забота — это основа хорошей жизни и здорового общества. Китайский философ призывал своих учеников трепетно относиться ко всем людям вне зависимости от их возраста или социального статуса. В память о древнем мыслителе 7 июня стал международным Днем заботы. Мы решили более подробно изучить понятие забот и, судя по определению Конфуция, начнем мы именно с социального взаимодействия. Все наше общество основано на том, что мы как-то взаимодействуем. Мы что-то можем взять у другого человека, что-то отдать ему. Когда мы умеем и брать, и отдавать, это, собственно говоря, и есть заботицы. Получается, что на обоюдной поддержке и бережном отношении к окружающим зиждется и современное общество. Поэтому забота — это неотъемлемый фактор социального взаимодействия. Однако, предупреждают специалисты, излишняя забота вместо пользы может нанести объекту вашего внимания серьезный моральный вред, так как излишнее участие превратится сразу в несколько видов манипуляций. Иногда мы навязываем свою заботу, считая, что мы лучше знаем, что тебе нужно. Когда мы навязываем под предлогом заботы свое мнение и проявляем некое насилие по отношению к другому человеку, заставляя его делать что-то, что является нашими планами. Когда мы начинаем делать что-то за другого человека, что он может делать сам? Вот он мог бы делать? Да, мы говорим, нет, он еще маленький, вот он еще там намучается, вот мы сейчас за него все это будем делать. Тогда мы не даем человеку развиваться. Поэтому иногда желание помочь даже тем, кто в помощи не нуждается, лучше попридержать. Недаром говорят, что благими намерениями выстелена дорога в ад. К тому же в суетном ритме жизни не стоит забывать о заботе по отношению к самому себе. Поэтому следующей частью нашего небольшого исследования стал религиозный аспект понимания заботы. Есть заповедь, что надо заботиться о себе. Заботиться о себе в первую очередь это о своей душе остальной приложится. Вот именно очень важно понимать, что основа христианского дел милосердия – это именно любовь к Богу, любовь к ближнему. Всемирный день заботы призывает поинтересоваться состоянием дела здоровья у пожилых родственников и друзей, знакомых и коллег по работе, совершив таким образом акт искреннего участия в их жизни. В честь праздника люди восстанавливают разорванные связи, делятся словами поддержки, добротой и состраданием, понимая, что в нужное время окружающие ответят им тем же. Однако праздник призывает проявлять любовь и заботу не только 7 июня, а все 365 дней в году. Поэтому лучший способ отпраздновать Всемирный день заботы – это ежедневно проявлять участие к окружающим, а также не забывать и про себя любимых.